Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д Beauty ДИНАT DimaTorzok ДимаTorzok Д Atterhozok Дальше Дальше Сообщение получили Переходите под первой ссылки Будем разбираться по очереди Регулятор Д ДА Кто это такой здесь? Господи, так... CRF.ru Сейчас я себя запишу по такмотам. Тип-тип-тип-тип. Так, CRF. Так, CRF. Так, что вы там рассказываете? Я пока номер переписываю. Ну, вы перешли по первой ручке? Перешла, я переписываю номер вашего сертификата. Чтобы потом собрать его в интернете. Я понял, хорошо? Да, да. А вы мне комментируете то, что вы мне... Маргарит, а зачем вы будете пробивать его в интернете? Чтобы на неофициальных источниках взять какую-то информацию? Стоп. Чтобы убедиться, что он реальный. А в чем вы убедитесь? Вы что боитесь скомпрометировать свою компанию? Вы должны наоборот... Да, да, проверяйте. Я вам сейчас показываю... Маргарита, да. И вы убедитесь, что наше... Так вы проверите, без проблем. Так хорошо. Вы против, что ли, что-то? Так хорошо, если бы я вам отправил просто сообщение, знаете, с каким-то там документом и так далее. Но я вам отправил конкретный источник. Источник, откуда вы смотрите именно этот документ. Мы с вами находимся на центре регулирования отношений на финансовых рынках. Знаете, что это такое? Я пока что вижу сертификат. А, ЦРОФР, который закрылся, что ли? В девятнадцатом году, по-моему, у него лицензию отобрали. У кого отобрали лицензию? У ЦРОФРа? У ЦРОФРа, да. У центра регулирования отношений могли отобрать лицензию? Да. Это орган, который вы отдаёте цензии. Хорошо, я это тоже уточню. Просто я смотрела некоторые видео, которые об этом говорят. Ну, Маргарита, я вам скажу так, что именно на обычном интернете много что, много про кого могут говорить. Как и про, ну, самые разные органы и так далее. Позвольте, что есть официальные... Вы иногда как бы паузу делаете, если бы я могла отставить. Вы понимаете, что в интернете есть официальные источники? Официальные. Так вот именно, вот именно, Маргарита. Вот я вас как раз и веду по официальным источникам, чтобы вы видели именно документацию изнутри, понимаете? Ну, я вижу сертификат, картинку. Я вижу картинку с номером, по сути, правильно? А что вам это даст? А что вы не спросите, а что вам это даст? Ну, как, что мне это даст? Подтверждение, подлинное в реальность. Так, Маргарита, как вы мне слово не говорите? Говорите. Теперь вы говорите. Дальше куда мне заходить? Так мы с вами находимся на сайте органа, который выраёт эти лицензии, понимаете? То есть вы уже находитесь на первоисточнике данного документа. Именно поэтому мы с вами сейчас здесь и находимся. Я вам не просто отправил картинку, чтобы вы её видели перед глазами. Это, ну, и скажем так, ежем понятно, да, что это нужно проверять. А мы с вами сразу же находимся на первоисточнике, то есть официальном сайте Центра регулирования отношений на финансовых рынках. Ну, это, если проще говоря, это та же полиция, да, если бы у вас украли кошелёк, я думаю, вы бы обратились в органы, которые решают такие проблемы. Вот срофер – это та же полиция, только по финансовым рынкам, понимаете? А Центробанк? К Центробанку мы с вами вернёмся. К Центробанку мы с вами вернёмся. Следующая ссылка как раз в Центробанк. Хорошо. Пока продолжим здесь. То есть, опять же, если вы начинаете работу, не на простовестной компании, вследствие чего вы теряете деньги, то срофер вам их размещает в полном объёме. Вы должны понимать, что у компании... Стоп-стоп-стоп, где это написано? Да, где это написано? Какой-то договор заключается? Или что, где вот то, что вы сейчас сказали, где это зафиксировано? Что он возвращает? Хорошо. Маргарита. А, Маргарита. Вы когда... Вот вы живёте в стране, да, вы живёте в Казахстане. Где-то написано, что, ну, вот если у вас украдут кошелёк, да, вот обязаны вам его найти. Вот абсолютно так же. То есть, ну... Его обязаны искать. Это всё. Регламентируют. Стойте. Его обязаны искать. Вот. Если я написала заявление, его обязаны искать. Вот. Я вас за язык не тянула. Вы мне что сказали? Что этот орган... Вот. А мы с вами сейчас рассматриваем документ... Маргарита. Вот. А мы с вами рассматриваем документ, да, от официального органа, который как раз и выдаёт этот документ для того, чтобы была уверенность, понимаете, чтобы вы спокойно могли работать с компанией. Понимаете? Мы должны понимать, что компаний брокеров только на территории страны СНГ более двух тысяч. И при этом, при всём, что представьте, что из этих двух тысяч компаний подавали заявки на получение данного сертификата все, а получили только 60. Понимаете? То есть, ну, не мы одна из этих компаний, которые получили данный сертификат и работаем по нём уже который год. Понимаете? Достойно, как вы думаете? Ну, это всё с ваших слов. Понимаете? Я могу много чего рассказать про себя. Как мой первый муж Лев Евгеньевич говорит, ты, Марго, у нас выдумщица ещё так. Вот. Поэтому всё это с ваших слов пока что. Так что идём на вторую ссылку. Подождите, а в смысле с моих слов? Мы с вами сейчас находимся на официальном источнике. Смотрим официальный документ. Ага. И там написано, что вы восемь. Чтобы вы понимали, что вы перед собой видите. Молодец. Смотрите, вы говорите, почему с ваших слов. А где тут написано вот в этом месте, что вы восемь лет там на рынке или ещё где-то. Ну, это же слова пока что ваши. Я же не прочитала этого нигде. Даже в том интернете, которому вы не доверяете. Так вы можете прямо на документе. На каком? Маргарита. Вы можете прямо на документе увидеть всю информацию, на которой мы сейчас с вами находимся. Ну, где здесь? Мы с вами видим сертификат. Видим сертификат. Да. Маргарита. Ну, имейте, пожалуйста, под совесть. Почему вы меня перебиваете? Да. Да. Ну, давайте с вами вести режим диалога. Потому что я ни сети не могу никакого запаса добиться. Сети-то нету. Мне тут годы написано. Так, вот что там. Так, второй. Ой, отвратительное фото. Так, здесь что, двадцать первый, двадцать второй год. А где про семь лет, что вы на рынке и так далее? Нигде нет уже? Да. Вот, все правильно. Данный сертификат мы защищаем ежегодно. То есть каждый год мы проходим сертифицирование, чтобы наша работа была актуальна. Чтобы эту работу было видно, опять же, в этом сертификаче. Понимаете? Угу. Ну. А где проводят семь лет на рынке? Хорошо. Ну, так это сертификат нашей компании, что мы официальная компания. Да. Мы работаем не восемь лет на рынке, мы работаем с 2008 года. То есть уже четырнадцать лет практически, Маргарита. Четырнадцать лет. А где это написано? Где это? Посмотри. Я вам просто рассказываю историю компании. Смотрите это на официальном файте. Да, да, да. Я поищу. Хорошо. Да. Дальше. Угу. Я пока записываю. Дальше. Отлично. Возвращайтесь обратно в сообщение и переходите по второй ссылке. Угу. 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 Так. И что тут надо смотреть? Угу. А, тут центробанк уже. А где написано? Еще у вас на фоне клик есть? Тут должен быть центробанк, да? Вы сказали, дальше будет. Да. Все правильно. Угу. Мы сейчас с вами как раз переходим на ссылку центробанк. Угу. Угу. Тут написано HSBC банк. Все верно. То есть это наш главный банк-партнер. То есть как раз мы находимся с вами на информации, да, которая и вам и нужна. То есть все даты регистрации, номера БИК, ДСА и уставы и так далее. То есть здесь можно все узнать, все что только можно. Опять же находимся мы с вами на официальном государственном сайте. Как вы и раньше сказали, как вы раньше даже попросили центробанк. А вот чуть ниже есть лицензии. Происайте немного ниже. Есть телефон, устав, уставный капитал. И ниже идет лицензия. Видите? Ага. Да. Дата регистрации банком России этого банка, видимо. Да? Дата регистрации банком России. Вот дата регистрации. Дата регистрации. Основной государственный номер. БИК. Адрес из устава. Адрес фактически. Телефон, устав, капитал и лицензия. Сразу же идет. Это все касается банка. Правильно? Банк и ЧЕС. Конечно. Это наш главный партнер, который в дальнейшем... Конечно. Это наш главный партнер, я еще раз повторюсь, да, который в дальнейшем, если вы будете с нами работать, будете идти ответственно за ваши финансы. Угу. Так. Это все... Вот то, что выдано, все касается банка. Хорошо. А каким образом репутация этого банка, вашего партнера, относится к вам? Где вы тут? Написано. Или пойдем дальше? Я вам еще раз повторю, да, этот банк будет ответственен за ваши финансы. То есть то, где вы будете хранить, это ячейки конкретно этого банка. Понимаете? Мы, очевидно, с ним будем выключать какие-то соглашения. Где будет прописано, что он отвечает за это. Это же должно как-то подтверждаться. То, где это подтверждено, вы можете прочитать в лицензиях. То, на что имеет банк справа, да, и как он вообще работает. Вот нажмите на лицензии. Это, это, а, вот лицензия, так. На верхней, да, вот верхняя лицензия. Вот у вас есть лицензия. Зачем у вас идет перечень этих лицензий? То есть на привлечение во вклады и генеральные. Да. И у вас есть такое синее еще слово, лицензии. Вот нажмите на него. Да, да, да. И у вас скачается папка с документами. Что-то не люблю я все это скачивать. Всякую лабуду в телефон, всякую стримину. А, да. Если сейчас антивирус вылезет. Так, я куда-то потерялась. Так, сейчас. А я не знаю, она куда-то скачалась, я ее не видела. Ну ладно, давайте я это потом скомпак... А, вот нет, есть. Откроет, не откроет. Так, так, вы сколько, так. Пять. Пять зипов еще. Что смотри. Алло, пять зипов скачала, а что дальше? Да, да. Скачали, отлично. Открыли папку? Ну здесь пять еще, пять этих самых файлов или как зипов. Должно быть четыре. Четыре файла, две генеральные лицензии и две драгметаллы. Да. Не знаю. Лид, гаумеркель, чек-один, чек-отчет-один, зет-отчет, гаум, какой-то и даунлоуд. Это какие-то ваши файлы. Это какие-то ваши файлы. Ваши лид я сейчас скачиваю. Вот у нас скачивается лид 3290. Так, это два... А, есть такой, да. Угу. Так. Так. Загрузка, открыть. Отлично. Откройте теперь. Ага, если у меня будет чем открыть, я вот думаю, чем его. PDF у меня открыть, извлечь. 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 Извлечь, извлечь, а в чем? О господи боже мой. Кодировка. Кодировка. Ну, это не компьютер, конечно. Я не знаю. Первый раз в телефоне я взлетаю что-то. Мы возьмем... А что? А что? Здесь кодировка пошла какая-то. Сейчас она, видимо... Ой, боже мой. Если вы просто нажали извлечь, то у вас просто извлекается сама папка. Нет. Если у меня есть такая программа в телефоне, то она извлекается. А если нет, то у меня тут запросы всякие меня проявляют. Я не могу извлечь. Так, давайте это отложим. Я через компьютер дома посмотрю. Вот так. Дальше пойдем. Ну, ни разу не распружаюсь. Так. Дальше. Что-что? Еще раз? Дальше. Следующая ссылка. Ну, основную суть, я думаю, вы поняли, правильно? То есть, зачем я вам все это показываю? Чтобы вы понимали и видели, что, во-первых, это компания, а во-вторых, какие документы у нас есть. А вот мы с вами как раз начали разговор с того, да, как вообще позиционируют себя любые финансовые структуры. Те же банки, те же страховые компании, те же брокеры. Да. То есть, мы конкретно ориентируемся на документы. То есть, то, что вы там хотите посмотреть в интернете что-то, ну, это вам не даст абсолютно ничего. Те отзывы, форумы и так далее, это все куплено другими компаниями, которые не умеют добиваться, да, каких-то целей официальности. Что-то вы как-то заранее уже почву готовите к отступлению, прямо уже оправдываетесь, понимаете, как-то не надо, дальше пошли. Да, без проблем, я вам заранее, ну, я вам могу заранее сказать, что там ничего нет хорошего. Ну, а почему бы вам не купить положительные отзывы, если есть купленные отрицательные отзывы? Потому что их перекупят, так потому что их перекупят, постоянно трачить на это деньги, какой имеет смысл, когда мы спокойно себе обновляем наши документы, чтобы быть официальной компанией. Если бы у нас были какие-то проблемы, нам бы эти документы просто не давали. Все, то есть, ну, в этом как бы есть основная суть, и умные люди это понимают. Хорошо, документы мы проверим дальше. Я вам пытаюсь это объяснить, чтобы вы это видели. Да, дальше. Хорошо, заходите тогда на 3 часа. Так, 3 часа и кабинет. А где у вас основной офис, где вы вообще, в каком месте вы, в России, где вы зарегистрированы? Мы международная компания Брокер. Если говорить о главном офисе, он находится в Лондоне. Я вам конкретно звоню с Москвой. Ну, что ж вы не в Лондоне-то? Или там кто-то? Потому что у нас в любой бетонской компании. Ага. Бициллы. Нет, сейчас скажу. Как это называется? Стикулы и бициллы. Ага. Ну, ладно. Дальше давайте. Анжела у нас поговорила. Ну, вы перешли по третьей ссылке? Да, перешла. Что вводить? Что вы видите перед собой? Вижу поля для ввода мейла и пароля. Все правильно. Все правильно. Так как вы у нас регистрировались, вы без проблем можете как раз написать свой e-mail и пароль, который вам создан системой. Это U.M. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Какой пароль? Еще раз. U.M. Большие буквы? Маленькие? U. Нет. Маленькими буквами просто первые две буквы названия компании. U.M. U.M. И от одного до шести. Вошло. 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 То есть вы находитесь на торговой платформе, видите перед собой инструменты, правильно? Да. Прекрасно. Теперь давайте разберемся с этим. То есть мы перешли с вами к самому интересному моменту нашего разговора. То есть кто, как происходит работа, как работает рынок и как вы будете заработать. Смотрите, Маргарина. Слева вы должны видеть английские названия. То есть соотношение валют. Самое первое из них это AUD, Dread, USD. Видите чего? Да. Вижу. Прекрасно. То есть это соотношение одной валюты от соотношения к другой. То есть в данном примере это соотношение артавийского доллара к американскому доллару. Такое соотношение называется валютной парой. И она является инструментом. Инструментом для заработка. А также есть небольшая формулка, как можно понимать каждую валюту, даже если вы ее не знаете. Ну, к примеру, AUD. Первые две буквы это название страны. То есть AU Австралия. D это название валюты. То есть D – доллар. Ну и таким образом можно… Если я не знаю, я залезу в интернет и спрошу у него. Проблема прямо валюты опознать. Это не важно. Дальше. Хорошо. А следующую валюту видите – EURUSD. Знаете, что это такое? Ну, евро – доллар. Абсолютно правильно. То есть это соотношение евро к доллару. Еще ниже – GBPUSD. Это соотношение британского фунта также к доллару. И еще ниже есть голд. Что такое голд, знаете? Золото. Все верно. То есть это драгоценный металл, а именно золото. Еще ниже есть серебро. На такой же драгоценный металл. И еще ниже есть US crude oil. US crude oil – это нефть. То есть это сырье, между прочим, второй по подаваемости в мире продукт. И очень положительно, скажем так, влияет на кошеки наших клиентов. Потому что очень популярный. Хорошо. Еще ниже вы также видите валюты. Одно из них – это шведовский франк. И самое последнее – вы видите доллар к российскому рублю. Да, я хочу просто сэксентировать именно на этой валютной паре внимание, чтобы мы с вами разобрали то, как она двигается и как на ней можно было и можно будет заработать. Вот нажмите на ее название. Нажал. Вот это шар. Ты понюхни. Угу. 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 Если же цена растет, то мы с вами видим зеленые полосочки. Если же цена падает, мы с вами видим красные полосочки. Я думаю, это понятно. Да. Чудно. Вправо от графика вы можете увидеть цифры. То есть, если мы с вами сейчас посмотрим рубль, вправо вы можете увидеть цифры 79, 42, 14, 78, 46, 80 и так далее. Видите их, правильно? Да. Это котировки. Котировки – это по факту цена, которую сейчас стоит инструмент. То есть, мы с вами понимаем, что сейчас 1 доллар стоит 79 рублей. Это понятно? Да. Прекрасно. Теперь давайте с вами разберем конкретно то, как можно было заработать. Как вообще происходит заработок. Чуть ниже самого графика вы видите время и дату. То есть, сегодня у нас 26 января, да, и вы видите график в реальном времени. А теперь немного прям по графику пролистаньте его до событий, которые происходили как раз 21-го, с 21-го, да, по 24-го января. Ну, что смотреть? Полистали? Да. Отлично. Здесь вы должны увидеть довольно-таки серьезный рост цены. Да. Да, да, да. Все правильно. Теперь давайте я вам объясню, почему он произошел, как на этом уже заработали наши клиенты, и как на этом дальнейшем можно будет заработать нам с вами. Вы должны понимать, что рынок довольно-таки прогнозируемая вещь. То есть, это никакие не игрушки, да, это конкретный, по факту, инструмент для заработка. И любые события, которые происходят на мировой арене, дают те или иные изменения по различным инструментам. Что произошло на 21-го, 24-го числа? Я, конечно, не знаю, насколько вы в свете последних событий, но я, как минимум, расскажу о том, почему произошло данное движение. А это произошло из-за того, что Россия сейчас довольно-таки ведет агрессивную политику. Какие-то происходят военные, полувоенные действия на территории Украины, да, какие-то происходят информационные войны против Америки, и происходят переговоры и санкции против Евросоюза и НАТО в целом. То есть, сейчас данное событие, данная агрессия со стороны РФ, да, она довольно-таки, скажем так, плохо влияет на ее экономику. То есть, все, что сейчас происходит, да, это играет не на руку России. За счет чего за последние 4 дня сам рубль, да, поднялся в цене аж на 4 рубля. То есть, что нам это с вами дает? То есть, рубль стоил буквально вот 4 дня назад 75, сейчас же он уже стоит 79. То есть, вот это как раз движение, которое вы перед собой видите, дало за эти 4 дня заработок порядка 100, от 100 точнее, до 200, а то и 300 долларов. То есть, все, что вы сейчас перед собой видите, это как раз изменение, да, политического характера. То есть, то, что сейчас происходит внутри страны и за ее пределами. Вот. И, понятное дело, анализируя данные новости правильно их понимая, можно выводить итог, открывать правильные сделки и зарабатывать деньги. Вот как раз 24-го числа, да, наши клиенты на этой новости заработали свои первые 100-150 долларов. Это если говорить именно 24-го числа. То есть, хотелось бы вам так зарабатывать, нагреться? Ну, хотелось бы медленно, но верно. Правильно, я вам не предлагаю зарабатывать миллионы. Ну, заработать свои 150 долларов. Неужели вам было бы неприятно? Нормально. Дальше. Быть было бы интересно. Хорошо. Да. Мария, вот мы с вами общаемся, да, о заработке. Ну, давайте, давайте, в общем, даже по минимуму, да, хотя бы 100 долларов. А вот сколько вам нужно, вашим основным заработкам, времени, чтобы заработать эти 100 долларов? Ну, у меня муж очень хорошо получает. У него гораздо больше 100 долларов в месяц. Так что, у меня что, первый муж был, Вик Игнатий, профессор, он очень хорошо зарабатывал. Я вообще не считаю деньги. Мне дали карту, я пошла. Так что, я обеспеченная женщина, просто дурью маюсь. Вот, выхожу от нечего делать. Люди, немножко подружке помочь, чтобы она со своими внуками посидела. Так что, чем больше, тем лучше. Я понял вас. Маргарита, а данным заработком вообще, ну, с какой целью интересуетесь? А чтобы просто были какие-то свои деньги, или, ну, чтобы разбираться в новостях, или, ну, просто с какой целью интересуетесь? Бегу от Альцгеймера. Поповторите, я не услышал. Бегу от Альцгеймера. Знаете, что такое Альцгеймер? Остарческий маразм. Когда мозги заняты, то он не грозит. Ага. То есть, просто пытаетесь себя, ну, держать в стимуле, да, немного, включит с обычай, да, в последнее, что я понял. Хорошо. То есть, тогда вы должны прекрасно понимать, да, что еще и заработок вверху вам поможет в этом. То есть, вы не зарабатываете, что-то новое для себя получаете, плюс к этому ко всему обучаетесь и открываете для себя новую сферу. Хорошо. Потом, Маргарита, давайте тогда в целом, да, вам расскажу, как это со стороны выглядит, то есть, как это работает. Мы, как компания, закрепляем с вами человека, да, с опытом работы, который вас будет обучать, который за вами закреплен и на каждом шагу будет с вами. Делает он это, конечно же, тоже не просто так, но и отдельно за него не нужно. То есть, мы компания, у которой интерес конкретно комиссии, да, то есть, заработаете деньги вы, заработаем деньги мы. Какая комиссия у вас? Что-что? Комиссия какая? А, объясню. Комиссия у нас не в процентной составляющей. То есть, мы работаем конкретно от комиссии фиксированной. То есть, заработаете, например, 100 долларов, да, мы возьмем 2,5 доллара комиссии. Заработаете, если сделки 150-200 долларов, мы возьмем все так же 2,5 доллара. Заработаете хоть 1000 долларов с одной сделки, мы возьмем все равно свои 2,5. Вот, то есть, именно от этого мы и отталкиваемся. Наш интерес конкретно в том, чтобы вы открыли больше сделок, заработали больше денег, а мы заработали больше комиссий. А, может, вопрос, да, вопрос по налогам. Что с налогами? Вот я буду получать прибыль на карту, да? А мы как компания не... Да, все правильно. Мы как компания не являемся налоговым агентом. То есть, а есть уже у вас и есть какие-то... Я же налоги должна платить. Еще раз повторю, Маргарита, послушайте меня, пожалуйста, до конца не перебивайте. А мы как компания не являемся... Ну, а я-то являюсь. А я-то являюсь. Ну, я понял вас. Ну, хорошо, когда вам перечисляют просто деньги, вы за это налоги платите? Конечно, платим. Что вы думаете? У нас сейчас контролируются все переводы. И мы должны доказывать, ну, если это какие-то частые переводы, значит, это я получаю доход. У нас сейчас просто взяли, ну, за правило, если мелочи нет, как правило, сдачи нет. Ой, давайте на карский гол переведем. И мы переводами делаем расчет. Вот, рассчитываемся переводом. А это физическая карта. И если, например, таксист, вот он, нигде не оформленный. И тут налоговая заметила, что у него в течение дня, например, 20 переводов от посторонних людей, потому что когда родственники, они там, ну, видно, что это одни и те же люди переводят между родственниками. Это не считается. Вот. А когда, например, 20 переводов в день от посторонних людей, это уже доход. Его уже сейчас за шкирку и в налоговую скажут, ну-ка, объясняй. И заставят платить налоги с этого. Причем еще штрафы заплатят. Еще раз вам объясню. Очень серьезно. Маргарита, вы должны будете... Маргарита, послушайте меня до конца. Хорошо? Еще раз повторю. Мы как компания налоговым агентом не являемся. То есть весь доход, который вы будете получать, вы его получаете без налога. И, ну, вопросов к вам быть не должно, потому что показывается как обычный перевод. А перевод... Понятное дело, что в день вы 20 тех же транзакций делать не будете. Да, вы накопите определенную сумму и понемногу будете ее вывозить. То есть, ну, если брать начало, я думаю, через, ну, недельку, да, к примеру, там, выведите себе, там, долларов 200, долларов 100. То есть, за такие переводы я более чем уверен, вас никто ничего не спросит. Но, если же и будет у вас какая-то проблема с налоговой, или же вы наоборот, хотите платить эти налоги, без проблем, любые выписки о ваших заработках мы предоставим, чтобы вы спокойно платили свои налоги. То есть, в этом проблемы никакой нет. Это понятно? И потом, очевидно, я должна свой... У меня же будет инвестиционный счет открыт где-то, так? Я должна буду его в налоговую предоставить? Да, на ваш торговый счет. Все правильно. Нет, подождите, торговый счет, инвестиционный счет. Так как мы не являемся. Это разные вещи? Или как? Я не понимаю, объясните мне. Еще раз объясняю. Для того, чтобы работать, у вас будет открыт ваш торговый счет. Это счет, на котором есть у вас определенная сумма заработанных денег, вложенных денег, не имеет значения. От которых вы отталкиваетесь, покупаете активы, переподаете по факту, зарабатываете свои деньги. А потом, когда вы хотите, к примеру, вывести свою прибыль, просто деньги, неважно, вы создаете запрос, выводите эти деньги к себе, к примеру, на карту. Все. Без проблем они к вам на карту пришли. Если же у налоговой есть какие-то по поводу этого вопросы, без проблем, обращайтесь к нам, говорите о том, что вот мне нужно заплатить налоги. Мы предоставляем вам выписки о ваших заработках, то есть о том, что вы эти деньги не украли, да, о том, что вы эти деньги заработали. И мы вам спокойно предоставляем эти выписки, вы платите за них налоги. Все. То есть это есть, и вы хотите. Но, опять же, повторюсь, этого делать, ну, в обязательном порядке не нужно. Теперь понятно? Мой торговый счет, это инвестиционный счет или нет? Или это разные вещи? Ну, хорошо. Под инвестиционным счетом что вы имеете в виду? Деньги, на котором лежат и которые работают, правильно? Я не знаю, что это такое. Я знаю, что есть понятие ИИС, инвестиционный счет. Есть понятие торговый счет. Это одно и то же или разные вещи? Я не знаю, я у вас спрашиваю. По факту это одно и то же. То есть это вы наталкиваетесь от цены, начинаете работать, торговать. То есть ваш обычный счет, это ваш обычный счет, да, на котором находятся ваши деньги. Ваш кредитный счет, да, это деньги банка, которыми вы пользуетесь. А ваш торговый счет, это счет, на котором вы работаете и торгуете. Все. Ну, я думаю, это понятен. Так, что еще? Ну, дальше. Отлично. То есть, опять же, повторю, как это работает со стороны. Да, мы вам закрепляем человека, который, ну, опять же, работает по своим интересам с вами. То есть за то, что он просто сидит на стуле, да, попротивает его, ну, не стоит ему за это не заплатить. Поэтому в наших же интересах, чтобы вы выходили в максимальную эффективность, выходили на доход. Это, я думаю, я. Поэтому работая с этим человеком, да, вы спокойно можете себя пробовать, вы спокойно можете обучаться и развиваться. Плюс вам будет также предоставлена как литература от компании, да, так и все остальное. Вот, выгоду компанию, я думаю, вы поняли, правильно? Угу. Так. Ну, хорошо. А таким образом мы будем документально как-то оформлять это все. Где, например, написано, что вы берете 2,5 доллара со сделки? Где написано, что у меня счет в каком-то банке? Вообще, права и обязанности ваши и мои, где написано? Это же надо как-то зафиксировать. Это же не игрушка? Еще раз повторю, да, у вас... Да, у вас будет открыта ячейка в банке HSBC, то есть эта ячейка будет вашим торговым счетом. Вот, открываете вы его у нас, закрепляется он у вас документами. То есть вы, по факту, да, предоставляете нам свои документы, мы их закрепляем за вашим торговым счетом, чтобы в случае чего, там, потеря у вас телефона, номера телефона, в принципе, вообще, там, потеря всего, вы без проблем смогли все равно восстановить себе доступ по вашим документам и спокойно дальше торговариваете, там, вывести средства, то есть как вы хотите. Вот, то есть именно так это работает. Мы работаем по банковским стандартам. То есть как вы делаете в банке, так сделается и здесь. Это понятно? Ну, классно, да. В банке сначала открывается счет, потом туда, он может годами стоять нулевой этот счет, потом при желании я туда перевожу деньги. Вот. В HSBC у вас когда открывается счет? И где его реквизиты я смогу увидеть? Еще раз, пожалуйста, непонятно. Вы сослались на аналогию с банком, так? Я иду в банк, открываю счет. У меня он нулевым, может годами стоять этот счет. Вот я открыла и все. Есть у меня желание, я пошла, положила туда деньги. У меня есть реквизиты этого счета. Как у вас это делается? Как мы будем открывать счет в HSBC банке? Ну, еще раз повторю, да, так как это наш главный партнер, то есть это все автоматизировано. То есть как только вы, да, начинаете работу, то есть начинаете настраивать, во-первых, с нами, как с компанией, да, работу, от этого отталкиваетесь, затем вы просто закрепляете с этим счетом документы, чтобы он был конкретно ваш, и начинаете работать. То есть это все делается, опять же, на удаленной основе, и это прописано как раз в элитензиях банка, да, когда мы с вами их просматривали. То есть, опять же, как наличный, так и безналичный расчет, плюс возможность, да, оформления, ну, вне присутствия банка. То есть банк приходить не нужно. Я думаю, это понятнее. Нет, никак не понятнее. Когда мы будем открывать счет в этом банке автоматически, значит, он уже открыт, правильно? Да. А реквизиты его можно где-то посмотреть. У любого счета есть номер. Там буквы, цифры, это номер счета. Если это мой счет, я хочу на него посмотреть. Еще раз повторю, для того, чтобы он был вашим, он должен быть, ну, закреплен документами. То есть вы его должны активировать, вы должны пройти аккредитацию и спокойно уже иметь свой счет. А там вы уже смотрите, посмотрите, и его номера, и так далее. Вы забегаете слишком вперед. Нет, почему я забегаю? Я просто спрашиваю, как это будет дальше выглядеть. Что такое активировать? К этому мы с вами еще придем. Давайте сначала обсудим то, как происходит работа. Хорошо? Ваши вопросы, это, конечно, хорошо. Это вы правильно задаете вопросы. Нет, ну, хотелось бы, по-моему, уже к сути. Как бы, мы минут 40, наверное, разговариваем. Сейчас скажу, сколько. 45 минут разговариваем. Ах, до сути так толком не добрались. Дальше давайте. Хорошо. Мы разобрались с вами с новостями, да, которые, по факту, вот были, ну, четырехдневной давности. Да, то есть они были четыре дня назад. И, понятное дело, что сейчас конкретно мы на них не заработаем. Потому что актуальных новостей именно, ну, в данный момент нет. Но то, что сейчас вообще происходит в самой России, да, то, что сейчас конкретно будет оглашаться тем же НАТО, да, той же Америкой. Америка уже начинает вводить санкции по поводу импорта и экспорта по соотношению России. Да, то есть, чтобы прекратить какие-либо поставки и какие-либо, ну, принятие любых товаров от этой страны. Ну, почему? Ну, потому что страна ведет себя сейчас не так, как хотелось бы Америке, да, не так, как хотелось бы его. Слушайте, Нихита, вот извините меня, пожалуйста, но вот я вас слушаю, и вот подперла руку, и ду-ду, вы как мой первый муж Лев Игнатий, профессор Долбан, и ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, я вникла, уже не перестала вникать вот в это. Давайте вот уже поближе к теме, к действиям каким-то, ну, или давайте прервемся, завтра перезвонимся. Ну, извините, я уже не воспринимаю. Хорошо, Маргарита, если коротко, если коротко, давайте тогда коротко, если вы не воспринимаете информацию, объясню. Если Россия дальше будет себя так вести, рубль будет дальше дорожать в цене, то есть дальше будет подниматься. Если сейчас он стоит почти 80 рублей за доллар, то буквально неделя-полторы и прогнозируется 84-85 рублей за доллар. А нам это с вами выгодно. Соответственно, вовремя войдя в работу и начав работать, вы сможете успеть на эти события и спокойно заработать на них деньги. Так понятнее? Ну, я об этом и про счет я и начала говорить, чтобы побыстрее решить вопросы. Отлично. То есть так работать хотелось бы и попробовать тоже качать бы, я правильно понимаю? Да. Прекрасно. Тогда могу предложить вам как раз активировать торговый счет. Что значит активировать торговый счет? Это, соответственно, оттолкнуться от суммы и начать работать. То есть, если говорить о том, как начинают работать наши клиенты с Европы, с Америки, это начало от 3 до 5 тысяч долларов. Да, но понятное дело, что люди с этих стран имеют уровень жизни некий другой, ну и могут себе позволить начинать с таких сумм. А в странах же СНГ, то есть сейчас там пусть будет Россия, Молдова, Казахстан, Узбекистан и так далее, обычно начинают с 500-1000 долларов, соответственно. Маргарита, вам с какой суммы было бы удобнее начать? С 500 или с 1000? Чем меньше, тем лучше. Для начала, для проверки, ссовать деньги неизвестно куда. Да, кстати. То есть, хотелось бы начать с минимальной, я правильно понимаю. Какая компания, я при чем здесь слышу? Алло. Алло. Алло, что, не слышите меня? Нет, не слышу о вас. Пропала связь. Теперь слышу. Я спрашиваю, да, есть компания U-Market и есть вот Никита. Каким образом вы можете мне, ну как, подтвердить, что вы именно из этой компании? Ну, может, для меня это просто говорящая голова. Я, честно говоря, немного... Хорошо, Маргарита, я говорящая голова, а зачем мне тогда вам показывать компанию U-Market и так далее, ну, если я к ней никак не касаюсь? И, ну, откуда я только знаю всю информацию о ней, если я, как бы, у меня не работаю. Ну, это просто абсурдно. Нет, ну, смотрите, вы мне показываете... Вы там не отправляете эти деньги мне или еще что-то? То есть, ну, я просто не понимаю, зачем мне нужна эта информация. Я пока не знаю, кому я буду отправлять деньги. Смотрите, вы выбрали, например, надежную компанию... Вы не будете отправлять никому деньги, я вам скажу так. Я буду отправлять деньги. А вот кому, это уже другой вопрос. Вы... Нет, вы не будете никому отправлять деньги. Что вы делаете, это по факту пополняете свой торговый счет. То есть, вы активируете таким образом свой торговый счет, да, как мы уже с вами ранее разобрались, как у вас есть счет в банке, так у вас есть счет у брокера. Вот. Соответственно, этот счет вы пополняете и от него уже отталкиваетесь. То есть, отталкиваетесь. Как эти деньги были вашими, так они вашими и остались. От этих денег вы отталкиваетесь и начинаете работать. Так понятнее? Каким образом перевод производится? Без проблем. Вы находитесь на торговой платформе. Справа, вверху у вас есть зеленая кнопка. Или же синяя. Депозит. Да я вышла уже отсюда. Говорите. Ага, дальше. Ну, вы зайдите туда-обратно, я вам покажу, как происходит. Вы мне теоретически можете сказать? Вы берете этот, делаете то-то, делаете то-то. Просто я сейчас не знаю. Так зайдите, я вам все покажу. Как я буду вам объяснять, если вы не знаете, как это выглядит даже со стороны. Алло. Да, да, я перехожу. Так, не знаю, у меня тут в телефоне все это сложно. На депозит нажать надо или на что? Да. Добавить деньги на счет. Все верно. И вы перед глазами у себя видите самые разные варианты опланты, да, самые разные варианты пополнить свой торговый счет. То есть это можно сделать как через вашу обычную банковскую карту, да, так и вплоть до онлайн кошельков и так далее. То есть вариантов очень-очень много. Но я бы вам советовал начинать именно работать. Со счета на счет. Да, я бы вам советовал работать через каунт. Через что? Алло, алло. Да, да. Как советовали бы работать? Алло, сейчас слышите меня? Алло, Маргария. Да. Еще раз повторю. Мы работаем с трассными платежными системами. Да, то есть вы можете пополнить так, как удобно вам. Но я бы вам рекомендовал работать через банковскую карту, да, виза или мастер-карт. Все потому, что это наши главные партнеры. И, соответственно, вывод ваш дальнейший средств будет происходить без комиссии. То есть комиссию мы берем на себя. Это понятно? Понятно. Через банковский счет хочу. Еще раз. Хочу со счета банковского на счет банковский. Самый простой вариант. То есть вы имеете в виду через карты, правильно я понимаю? Через счет. Ну, со счета на счет платежное поручение присылается, переводится и все. Хорошо. Вы можете так сделать. Но именно если хотите сделать так, то придется работать через финансовый отдел. То есть вам придется общаться на эту тему. Так, да, отправлять на реквизиты одного из представителей финансового отдела. И затем уже вручную пополнять ваш торговый счет. Ну, ради бога. А верификация как проходит у вас? Верификация происходит так же. То есть вы можете как отправить документы мне, я ее сделаю вручную. Либо же прямо на сайте у вас есть иконочка «Мой аккаунт». Там нажимаете, зачем у вас есть пунктик «Аккредитация» и оставляете документы там. Каким образом я оставляю документы? Что за документы, в каком виде, как это происходит? Ну, это стандартный момент аккредитации. То есть вы предоставляете два документа подтверждения вашей личности, плюс прописка вашей, ну, ваша, да, где вы проживаете. Плюс ко всему, да, карта, на которую вы в дальнейшем будете получать свою прибыль с закрытыми номерами идентификации вашей карты. Так, все-таки к договору. У вас есть рыба договора? Еще раз, пожалуйста. Рыба договора у вас есть? Еще раз. Какой договор? Не могу понять. Договор о брокерском... Вы вообще брокерская компания или какая вы компания? О брокерском обслуживании, например? Да, конечно. Брокерская компания. Так. Ну, значит, должен быть договор о брокерском обслуживании. У вас будет торговый счет, то есть ваш счет, на котором вы будете работать. Я просто не понимаю, о каком договоре вы говорите. Ну, вот смотрите. Ваша площадка, скажем так, да, ваш сайт, ваш, вот там, ну, как это называется, ваша, господи, ну, вот Юмаркет, это что? Ваша фирма, ваша торговая платформа с одной стороны, и я с другой стороны. Юмаркет, это конкретно брокер. Да, вот смотрите, в две стороны, вот, у меня есть перед вами определенные обязательства, и права мои есть. У вас точно так же есть права и обязательства передо мной. Каким документом это урегулируется? Вот только на словах. Мы берем 2,5 доллара, вы выводите, вы... Ну, это же не серьезно. Еще раз, Маргарет, я вам объясню. Прав, обязательств, ну, вы в любой момент можете открыть свой торговый счет, и в любой момент закрыть торговый счет, понимаете? То есть все зависит от вас. Наши права и обязательства, мы как компания... У вас диалог пошел? Открыть легко, я понимаю, что... Да, да. Открыть, засунуть деньги всегда легко. А как насчет вывести денег? Каким образом, в каком порядке происходит вывод денег? Ну, это слова, понимаете? Ну, хорошо. У меня порядок объясняется. Вот, Маргарет, ну, вы бежите перед вопросами, вы задаете мне по 5 вопросов и ждете ответ на первый. Я, ну, не успеваю немного с нами. Давайте немного... Я, по-моему, вам один вопрос задала, конкретный, по выводу. Я без проблем на них отвечу. По выводу денег? Ну, так а вы не даете мне сказать. Хорошо, вывод денег. У вас есть кнопка, мой аккаунт. Маргарита, послушайте меня. Не ори на меня. У вас есть кнопка... Алло. 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 Да, слушаю. Алло, Маргарита, здравствуйте. Это Никита с компанией. Юмаркет. Мы вчера с вами общались насчет заработка на бирже. Я думаю, помните, проверим. Помню. Так, к сожалению, так вчера мы с вами и не договорили, к сожалению, перезвонил и дозвониться до вас не мог. Я так понимаю, что это случилось со связью. Угу. Я понял. Ну, ну, Маргарита, а вот вчера с вами общались и рассматривали то, как может происходить работа. Да, то есть, насколько я понял, ну, такой подход, такая работа вам подходит и начать попробовать вам хотелось бы, верно? Да. Отлично. Прикосно. Ну, тогда могу вам предложить попробовать. Да, то есть, все, что нужно, это, соответственно, активировать торговый счет, протея аккредитацию и начать работать. Нет, порядок неверный. Сначала нужно ознакомиться с юридическими документами вашей фирмы и далее уже по сетке. Ну, хорошо. А каким способом вы будете ознакомливаться? Ну, я вот, например, досмотрела обзоры, не отзывы, прошу заметить, а обзоры брокерских компаний. Так, вот ваша компания. Не имеет значения. Что значит не имеет значения? Ну, то и значит, ну, что отзывы, что форумы, что различные обзоры, как вы смотрите, там, как, ну, есть мнение каких-то трейдеров, а-ля, да, которые говорят, вот хорошие компании, вот плохие компании. Маргарита, это все одного поля ягоды. То есть, это все идет в русло тех же отзывов, да, все это спокойно покупается. У кого больше денег, то вы рекомендуете. То есть, ну, тут уже все зависит от того, кто, насколько это понимает правильно. Если вы видите это, ну, то, что это ярко показано, то, что одну компанию довольно-таки сильно болевает, а другую, вот, смотрите, какая она хорошая, ну, здесь сразу и ясно, и понятно. А вот. Поэтому здесь, конкретно, нужно смотреть на то, с какой компанией вы общаетесь документально. Вот вы правильно сказали, да, нужно смотреть на юридическое зрение компании. Я вам ее показал, то есть, вы ее, например, увидели. Подождите, а что я увидела? Я увидела сертификат, а лицензия. Как? А ОГРН ваш где? Вы увидели сертификат и лицензии. Нет, а ОГРН ваш где? Еще раз повторю, Маргарита, мы, как компания, мы, как компания предоставляем вам брокерские услуги. Да, если вам нужны регистрационные номеры нашей компании, у нас включены сертификаты. Опять же, лицензии. На сертификате номер сертификата. А ОГРН стоит на печати. Что, по-моему, это номер регистрации. Ага. А вот вы, между прочим... По-моему, это номер регистрации. Между прочим, вот вы бежите вперед паровоза. Я вам еще не прокомментировала то, что я прочитала, а вы уже защищаетесь. Стали стойку боксерскую, да, и долбаете меня перчатками. Но, потому что это не первый случай, когда вот, я посмотрела отзывы и так далее. Между прочим, отзывы очень неплохие. Я вам еще раз говорю, что вы в бочку лежите. Вполне адекватные. Маргарита, что отзывы, в принципе, любые отзывы или уже обзоры, хорошие они или плохие, они не имеют. Я вам комментирую. Я не вижу договора. Почему отсюда... Хорошо, я вас слышу. Откуда у вас... У них вот здесь... Так, сейчас, сейчас, сейчас. О, господи, вот вылазят эти окна. Значит, здесь... Я не знаю, откуда они эти взяли. Или, может быть, это не ваша юмаркет-компания. Значит, чтобы сделать... Что такое? Значит, чтобы сделать вывод средств, там во сколько? 5% берется, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Торговые платформы на выбор. Регуляция. Так, проверим. Нам не трудно. Так, так, так. Номер лицензии такой-то. Эту лицензию, статью... Вы видите, что еще один брокер. Allegro Market на этой лицензии. Такой же номер демонстрирует. Я, правда, не проверяла, но вот просто у меня сохранилась эта информация. Так, дальше. Свидетельства. Так, так. На логику, так, другого предназначения ваш кмир, так, честно, так, так, так. Пользовательское соглашение у вас есть, да? Напоминаем, что обязательно нужно читать пользовательское или клиентское соглашение. Например, скальпер, не зная о таких пунктах соглашения. Так, 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 так. Ага. Если непонятно, поясню. Между открытием и закрытием ордеров на платформе U-Market должно проходить не менее трех минут. Закройте раньше, брокер аннулирует сделку. Вот любители автоматической торговли, не читающим соглашения, тоже грозят подводные камни. Понимаете, надо читать соглашение. Где это соглашение? Мне его нужно прочитать. Может быть, я не готова к этим условиям. Понимаете? Возможно, я не готова к этим условиям. Там, чтобы вывести у вас деньги, там надо это плечо там 10 тысяч раз увеличить и так далее. Вот это я хочу прочитать. Порядок ввода средств, порядок вывода средств. Все по пунктам. Там, например, чтобы сделки все должны быть закрыты. Например, минимальная сумма вывода вот такая-то, вот такая. Это очень такая зыбкая вот эта вот почва торговли на бирже. И если ты не знаешь нюансов, ты можешь так попасть, что в лучшем случае ты бросишь все деньги и забудешь про это. А в худшем случае ты будешь постоянно вносить туда средства. Вот у вас порог вывода вот такой, давайте еще добавьте там и так далее. Что, в общем, можно убухать хорошую сумму туда и попрощаться с ней навсегда. Понимаете? И поэтому, когда вот спрашивают еще какие документы, там, а что вам это даст? Это, наверное, даст гарантию. Гарантию того, что... И вот так, какие деньги, где будут мои деньги? Вот у вас такие два слова «зарабатывать», как будто, как зомбируете этим словом «зарабатывать». Ну и что зарабатывать? Зарабатывать можно и в другом месте. И вы никому не переводите ваши средства, а они будут на вашем счете. Да даже мои средства на банковском счете не всегда я могу ими свободно воспользоваться. Банк может заблокировать их по какой-то причине. Там еще как-то там какие-то могут быть санкции по отношению к моим деньгам, которые лежат на счете. То есть банки, в банки, в которые я могу прийти ногами, сесть напротив управляющего, там, или менеджера, оператора, предоставить свои документы и решать этот вопрос вот так, этот тест, призови. И в то же время вы мне говорите, что мои деньги будут на моем счету. Я хочу у вас в каком-то там банке, где-то у черта на куличках, куда я никогда не дойду и не доеду, и вы еще не предоставляете каких-то... Я хочу, если я буду работать, если я соглашусь, только на тех условиях, что это будет договор с печатью, с подписью, с мокрой печатью, как что называется, где прописаны по пунктам права и обязанности каждой стороны. Только в таком случае. На крайнях у нас в Казахстане сейчас Табыс начинается открытая акционерная программа какая-то, Табыс. Именно наша инвестиционная программа казахстанская, государственная. Я могу в банк какой-то там пойти купить. Это, конечно, хорошо. Маргарит, вот я вас послушал, знаете, вот вы несколько вопросов таких задали. Давайте я хотя бы начать о них отлично, зачем продолжим. Вот вы говорите договор. Вы, ну, мы не компания, которая нанимает работников. Да, вы конкретно приходите для того, чтобы заработать. А мы для вас даем эти условия. Ну, договор хорошо. Договор о чем? О найме. Вы не нанимаетесь как работник. Вы работаете сама на себя. Поэтому договора быть как догового быть не может. У вас есть... Вы не надо. Тогда я не буду работать. Пользовательское соглашение это одно. Пользовательское соглашение это одно. Да, хорошо. Предоставим вам пользовательское соглашение. Посмотрите его. Суть не в этом. Вы говорите, вот я могу прийти в банк ногами и решить все эти вопросы. Маргарита, сейчас 21 век. Все решается уже давным-давно в электронном виде. Не вставая со стула. Вы можете также подать онлайн все свои документы, восстановить все свои карты, доступы и так далее. Как с банками, так со страховыми, так и с брокерами. То есть, ну, эти моменты все решаются довольно быстро и даже по факту без вашего физического участия. Да, то есть вы отправили, вы получили все. Вы все решили для себя. Понимаете? Так это работает уже довольно-таки давно и к этому потихоньку нужно привыкать. Да, для вас может быть это необычно, но сейчас это реально. Хорошо, дальше. Вот вы говорите о том, что вот какие-то там подводные камни и так далее. Я вам объясню. То есть, ну, каких-то подводных камней нет. Да, есть минимальная сумма вывода. Это 50 долларов. То есть, меньше чем 50 долларов вы вывести не сможете. Сумма вывода, то есть, при выводе мы, как компания, комиссию берем на себя. То есть, выводите вы без комиссии. Все. То есть, единственное еще, что может быть, это то, что в субботу и воскресенье, так как это не банковские дни, вывести у вас, ну, не получится. То есть, только по будни. Все. То есть, это все моменты, которые есть для вас, как в плане, опять же, того же вывода, каких-то нюансов работы. Я вам скажу даже больше. Даже если вы изучите для себя пользовательское соглашение, пока вы не начнете работать, пока вы не зададите все вопросы человеку, с которым будете работать, вы все не узнаете. То есть, уже в том случае, когда вы поймете, что да, мне тут не нравится, или да, все хорошо, только тогда вы для себя успокоитесь с какой-то из сторон, понимаете? Нет, я не хочу работать. И мне верификация, и верификация, когда я отправляю туда фотографии своих документов, прописка и прочее, вы для меня голос на той конце трубки. Я не собираюсь. Значит, отдай деньги, отдай все свои данные, и потом эти данные будут у меня по интернету гулять? Нет, я лучше пойду в государственную компанию, если уж я захочу, и буду там это делать спокойно. Да, спасибо, не хочу ваше время больше. Маргарита, кто вам сказал, что ваши данные будут где-то гулять, или еще что? Мы официальная международная компания-брокер. Нам также наша репутация, она важна, и в этих планах тоже, то, что ваши данные там утекают, или еще какие-либо аспекты. Мы это защищаем, и подобной ситуации у нас нет. То есть, ну, ваши данные, мы в пользу вас. То есть, вы оставляете их для того, чтобы у вас всегда был доступ к вашему торговому счету, чтобы вы конкретно были за ним закреплены, и только вы имели к нему доступ. Молодой человек, я не хочу с вами работать. Все, давайте мы этот вопрос закроем. Все, кладите трубочку, всего доброго. Хорошо. Всего доброго, Маргарита. Алло. Алло. Алло, Маргарита, здравствуйте. Это у них есть компания «Юмаркет». Алло, да, да. Здравствуйте. Общаясь с вами, я думаю, помните, насчет заработка на бирже. Мы хотели что-то посмотреть, что-то подумать, к чему в итоге пришли. Ничего я не смотрела, ничего не думала. Сейчас была у внука, некогда мне было. Пока я не смотрела ничего. Я понял. Да, некогда. Хорошо. А когда посмотрите, Маргарита? Не знаю, будет время, посмотрю. Я не знаю, что будет через полчаса. Мы с вами разговариваем. Понимаете? Я не знаю, что будет через полчаса. Вы мне спрашиваете, когда я посмотрю. Время будет, посмотрю. Через недельку. Ну, как я помню, у вас времени через недельку. Маргарита, ну, если мы с вами говорим об актуальности выхода на рынок, то через недельку уже может быть поздно. Это никогда не поздно. Начинать? Ну, новости всегда будут. Что вы торопите? Спешка – это первый признак мошенничества, да? Конечно. Да, да. Когда вам не дают подумать, это первый нехороший признак. Маргарита, я даю вам подумать. Неделю дайте мне подумать. Думайте, сколько вам удобно. Да, да. Так, а смысл этой недели? Хорошо. Вы уже приняли для себя определенное решение. Какой смысл его оттягивать дальше, когда есть сейчас новости, на которых можно заработать сейчас? Да что вы мне заработать, заработать? Я что, голодом живу, что ли? Успею я заработать? Для меня это не критично. Ну, потерять деньги никогда не поздно. Понимаете? А я как бы еще не убедилась в подлинности вашей компании. А почему вы тогда говорите «потерять, потерять, потерять»? Потому что потерять. Потому что вывести деньги из вашей компании – это вообще проблематично и на грани фантастики. Что вы мне рассказываете? Я что, первый день в интернете? Потому что я знаю. Потому что перевод идет через киеви кошелек к бенефициару вашему, да? Бенефициару какому-то. Который якобы посредник доверенности. У меня все нормально. У меня все нормально. Алло. Я достаточно подкована в этом плане. Вы можете зайти обратно. Отлично. Тогда вы должны прекрасно понимать, что вы можете зайти на торговую платформу и увидеть все возможные ввод и вывод сверху себе на торговую платформу. Это как и карты, так и киеви, так и вебмани. Много разных вариантов. Вы понимаете, молодой человек. Вы можете для себя выбрать самый удобный. Вариантов много. Вариантов много. Но тот, кто, как бы сказать, монет, нет, как это называется. Ну, короче, тот, кто менеджер этой платформы, ну, как сказать, это именно зависит от того, кто руководит этой платформой. И что, вывести деньги. Вот у меня, к сожалению, я сейчас вышла просто. Мне надо по делам сходить. Я бы вам включила второй смартфон и дала вам послушать переговоры, короче, какого-то там специалиста компании и клиента. Как она слезно их умоляет вывести деньги, а он ее унижает, оскорбляет, кривляется. Отвратительное зрелище вообще. Деньги вывести просто нереально, что бы вы мне ни говорили. И если я буду инвестировать, ни в юмаркет, ни в какой-то еще маркет, а только с банком я буду иметь дело, либо вот наша с тобой программа будет, это чтобы я пришла, чтобы я пришла, заключила письменный договор. Все, чтобы я знала, что у меня есть хоть какие-то права. И если вы сейчас мне будете про МММ рассказывать, то если у них даже были документы и никто ничего не может добиться, а что я могу добиться с вашими виртуальными документами? Что? Вот вы мне говорите, вот сейчас там какой-то там век. Абсолютно такие же документы, как и физическое наличие. Магалита, абсолютно такие же документы. Ну, в чем их проблема? Если брать, опять же, тоже, аспект, вы там посмотрели какое-то видео, где клиента, ну, скажем так... Понимаете, я посмотрела тысячу видео таких же компаний, как ваша. Где подтверждение того, что это был действительно наш клиент, а не просто обычный черный пиар, какое-то основное видео, и оно не одно. Хорошо, где подтверждение того, что есть, например, приличная, добропорядочная компания Юмаркет, так же, как и Газпром, дай бог ему здоровья, имя которого затрепали уже и даже к патриарху его уже, к патриарху, или фонд какой-то создали, который к Газпрому имеет отношение. Это уже вообще ни в какие ворота. Вы понимаете? И где гарантия, что вы именно принадлежите к той компании добропорядочной, а не называетесь просто ее именем? Где? Где? Вы где-то все? Физически я к вам не дойду. Через официальный сайт заходите, опять же, на торговую платформу и начинаете работать. Не хочу я, все, перестаньте, вы мошенники, я не хочу с вами разговаривать. Вы мошенники, удалите меня из базы, освободите кому-то место. Ваше мнение основано просто на обычных отзывах и так далее. Мое мнение основано... Когда будете начинать работать с банками, Маргариса, послушайте меня. Когда будете работать с банками, вы также можете посмотреть, как работают банки, да, в стабильных брокерских ситуациях и так далее. Вы увидите то же самое. Я приду в банк, конкретно в банк, и буду иметь в ними личные отношения. Это, к сожалению, Маргарита. Так вы, наверное, также можете иметь эти отношения с нами. Нет. Нет, виртуальные отношения, это все равно, что тракать резиновую куклу. Все. Я не хочу даже разговаривать. Все, кладите трубку. Я понял вас. Хорошо, Маргарита. Всего доброго. Ага. Алло. Алло, Алло, Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирьян. Приятно познакомиться. Я менеджер компании «Ямарс». Вы ранее общались с моим коллегой Никитой по поводу спиры трейдинга, верно? Да, верно. Да, вижу, что еще не начали с нами работу по какой-то причине, Маргарита. Что случилось? Почему не хотите? Вы скажите мне, пожалуйста, почему мой телефон сейчас на вашем вызове написал, что, возможно, вам звонят мошенники? Как вы думаете? Потому что используется IP-телефония. Знаете, что такое IP-телефония? Да, знаю. То есть минус представляете. Компания может закупить пачку номеров, соответственно, у адсорпинговой компании. Точно так же эти номера могут использовать кто угодно. Вот, допустим, вы можете купить этот же номер и звонить другим людям. Поэтому, ну, это делается в целях экономии. Для того, чтобы компания могла перенаправить вот эти средства, освободившиеся, на улучшение, например, качества обслуживания, на улучшение качества аналитики и так далее. Но это не основной вопрос. А ты понимаю, что вы переживаете именно конкретно по поводу того, что мы можем оказаться в мошеннической компании, правильно? Конечно. Конечно. Все об этом переживают. И чтобы мы не переживали, у вас как бы... Ваша задача убедить нас, как бы потенциальных клиентов, в обратном. Ну, не в том, что вы даже убедитесь, а предоставить те конкретные доказательства того, что мы работаем на терморынке давно, ну, и являемся нормальной компанией, правильно? Кто вам это сказал? Ну, я вам скажу, что на самом деле это легко проверяется, это легко смотрится, потому что есть специальные источники, которые позволяют все это дело проверить. Вот. Скажите, вот в целом, вы когда пользуетесь, допустим, банковской карточкой, боитесь, что когда положите туда деньги, с ними что-то произойдет, карточка взорвется или что-то еще случится? Нет, не боюсь, потому что я знаю, где находится банк. Я всегда могу позвонить, обратный звонок сделать на службу поддержки клиента. Всегда получу консультацию. Почему не бояться? Да. Да, у нас, слово говоря, тоже есть горячее время, тоже можете звонить абсолютно на любой момент, не знаю, вам ее Никита отправлял, не отправлял, но, тем не менее, к чему я вообще веду? Вы доверяете своему банку, потому что, да, действительно, давно уже с ним работаете, какой-то определенный кредит доверия у вас к нему выработался. Скажите, а вы знаете, такой банк называется Сбербанк? Знаю, Сбер называется. Да, Сбербанк, совершенно правильно. Нет, он Сбербанк называется. Очень популярный банк. Алло, 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 он называется Сбер. Есть. В Казахстане он называется Сбер, в России он называется Сбербанк. Он и в России давно уже называется Сбер. Не надо мне рассказывать. Дальше. Нет, он называется Сбербанк, можете в интернете посмотреть, даже сейчас можем с вами проверить. Я достаточно смотрю роликов на ютубе, чтобы иметь представление, что и как называется дальше. Не суть. Он есть и в Казахстане, и в принципе в России, и в Беларуси. Он объединяет все наши страны. Возможно, знаете о том, что данный банк точно так же является банком-брокером, то есть он позволяет своим клиентам выходить на биржу. Там уже другой вопрос в качестве обслуживания, поскольку он не так давно в этой сфере работает, то там немного другой уровень. Но тем не менее, банк является достаточно авторитетным, и он позволяет конкретно посмотреть всю информацию по брокерской компании, сколько лет она работает, соответственно, полностью всю информацию по ней пробить, есть ли на ее предмет какие-то мошеннические действия и так далее. Вот скажите, Маргарита, если бы вы получили информацию от такого надежного источника, условно говоря, как Сбер, что, к примеру, мы являемся нормальной компанией, что с нами можно работать, это каким-то образом облегчило бы, так сказать, ваше раздумие? Каким образом я могу получить от Сбера информацию о том, что вы не являетесь мошенниками? Это можно... Сбер дает официальные ресурсы для того, чтобы это проверить. То есть это можно сделать на его официальном сайте. Скажите, у вас сейчас выход в интернет через телефон или через компьютер? Через телефон. Хорошо, просто откройте сейчас браузер. Любой, Google, Яндекс, что угодно. Дальше. Дальше. Напишите просто Сбербанк... Напишите Сбербанк РФ. Нас интересует официальный сайт Сбербанк.ру. Вы сразу видите частным клиентом дробь Сбербанк. Пока я не вижу, у меня грузится. Да, пусть загрузится. Походу он не загрузится, потому что я говорю. Струбки, которые раздает интернет на другой телефон. То есть у меня мобильный... Я вас понял. Ну да, может такое быть. Скажите, а есть возможность подключиться к Wi-Fi где-то? Нет, нет. Хорошо, Маргарита. Давайте тогда посмотрим таким образом. Сейчас мы с вами отключимся. Я вам полностью на почту отправлю инструкцию, как это можно все проверить. То есть, соответственно, вы проверите, посмотрите. И после этого мы с вами еще раз позвонимся. Уже обсудим результаты проверки. Хорошо? Нет, подождите. Давайте вы попозже мне... Господи, давайте вы мне попозже позвоните. Ой, отправите. Давайте, рассказывайте дальше. Что там еще у вас есть? Как это сделать? Вам рассказать или что? Так, что-то я хотела... А, Сбер, это хороший аргумент. Но еще один хороший аргумент, это договор. Договор, где прописаны... У нас есть пользовательское... Ну, или пользовательское соглашение, где прописаны права и обязанности сторон. На нашем... Где прописаны правила вывода, ввода денег. Где прописаны... Даже не столько ввода, сколько вывода. Где прописаны, указаны комиссии, какие вы берете. Вот, чтобы человек пришел, прочитал и понял. Так, я на это пойду, а на это я пойти не могу. До свидания. Понимаете? А то на словах говорят вот так, вот так. Но это слова. Понимаете? А нужен документ. Ну да. Ну да. Согласен с вами. Ну, кстати говоря, по этому поводу слова... Даже с вашей стороны, как бы не надо, ну, как бы возмущаться, обижаться, потому что человек, который связан с деньгами, с денежными отношениями, с ростом... Я же деньги собираюсь, да, на депозит вносить. То есть, ну, это как бы финансовые операции, да. И человек, который несерьезно относится. Если бы я сейчас за пять минут согласилась бы положить вам на депозит деньги, вы бы что бы обо мне подумали? Дура дурой. Само собой, это показывает вашу... Это показывает вашу ответственность, в первую очередь, Маргарита. Я тоже за такой подход, когда речь касается финансов. Да, вы не переживайте, у нас все это есть. Это все есть на нашем официальном сайте, таблица комиссии, соответственно, пользовательское соглашение. Полностью наш официальный сайт, umarkets.net. Ну, я тогда вместе с результатами, получается, по Сбербанку, да, опять-таки проверки этой отправлю вам, соответственно, и полностью ссылки на интересующую вас информацию сможете посмотреть, ознакомиться с пользовательским соглашением. Откажите, пожалуйста, что за история такая интересная? Мне там ваш этот товарищ отправлял, Никита, по-моему, отправлял письмо с этими ссылками. А что-то у меня нет этого письма. Оно что, самоуничтожающееся, что ли? Я хотела зайти, посмотреть. Да. Нет, почтой. На почту? Да. Нет, оно не самоуничтожается. Возможно, просто у вас на почте, у вас mail.ru? Да? Да. Там иногда стоят лимиты на сообщения, чтобы почта не застарялась, она может со временем просто само по себе стираться. Это в настройках нужно смотреть. Ну, я не знаю, остальные письма все висят, как бы, а вот это именно этого письма нет. Да. Вот что интересно. Но знаете, даже технически такой возможности нет, как-то сделать, чтобы оно удалилось. Скорее всего, не знаю. Вот по этому поводу вам не могу сказать. Ну, я, к примеру, так делать не умею, чтобы оно каким-то образом удалялось. Ну, можете мне отправить еще раз такое письмо, я посмотрю. Поэтому, по этому поводу вас так статировать не могу. Все, договорились. Тогда полностью отправлю вам информацию. Во-первых, по нашей дополнительной документации, вам, Никита, скорее всего, показывал конкретно Центр регулирования отношений, также Центробанк. Скажите, демонстрировал ли он вам лицензию нашего Центрального банка Республики Казахстан? Ой, у вас еще Центральный банк Республики Казахстан у нас есть? Ну-ка, сейчас запишу. Ну, само собой, само собой, а как бы мы работали иначе с Казахстаном? Ну, а вы в каждой республике... Нет, я не показывал. Нет, вы в каждой стране имеете лицензию Центрального банка? Конкретно в Казахстане имеем. А в России? Ну, и в России, понятное дело, имеем. А, ну, понятно. Ну, в каждой стране у нас свой регулятор. Ну, это не для каждого факта. Да, в каждой стране у нас свой регулятор. Потому что из этой кухни... Также у нас есть. Из этой кухни многие товарищи, например, как Максимаркет, там еще какие-то, господи, я уже не помню, там целая сотня, тот же Сбербанк, инвестин, они говорят, что вы не понимаете, лицензия здесь не нужна. Вот так вот. Ну, по поводу других компаний я вам сказать ничего не могу. Никакого опыта общения с ними у меня нет. Я вам могу сказать, действительно, как это у нас. Действительно, также хочу сказать, что документация – это очень важный вопрос, которым пренебрегать просто не следует. Да, очень важно обращать на все эти вещи внимание. Когда вы уже в финансовой среде какой-то, действительно, крутились и так далее. Документация – это первоочередной вопрос, потому что документы, ну, это по факту единственное, что можно каким-то образом доказать, что можно регламентировать. Ну, и еще надежные какие-то источники, да, такие как тот же Сбербанк и так далее. Ну, по факту, то есть ресурсы, которые оценят свою репутацию, которые ею дорожат, которым есть что терять. Понятное дело, они не могут там советовать каких-то мошенников и так далее. Ну, и документы. Документы, официальные органы – это вообще тоже очень важно. Да, помимо этого… Так, скажите, по минутам, минуту, минуту. Вы так много говорите, возможно, я слышу. Слушаю. Нет, нет. Что вы хотите сказать? Я вас слышу. Я думал. А, нет, нет, я не вас. Скажите мне, пожалуйста, каким образом деньги заносятся на депозит? Через платежную систему Visa, MasterCard, либо через банковские переводы, как вам удобно? Нет, это общие слова. Вот первое, мы заходим-то туда-то, мы вносим такие данные. Получатель какой-то, деньги будут там-то. Ну, вот просто, вот, как сказать, тезисно. Я вас понял. Я вас понял. При активации торгового счета через торговую платформу, вы наверняка видели, как это работает, никто вам показывал при нажатии кнопки депозитов, депозитов, правильно? Да. Вы, соответственно, если вы активируете свой торговый счет через карту, через Visa, MasterCard, в таком случае, соответственно, открывается торговый брокерский счет на ваше имя в нашем банке-партнере, это банк HSBC. Уверен, Никита вам тоже про него рассказывал, показывал, соответственно, на котором и хранятся данные средства. Этот торговый брокерский счет полностью поджатывается на ваше имя по всем банковским стандартам. То есть вы проходите процесс аккредитации. Условно говоря, когда вы открывали, допустим, счет в обычном банке, делали карту, вы, соответственно, носили пакет стандартных документов, правильно? Да. Точно так же вы открываете... А не в интернете. Само собой. Точно так же вы открываете торговый счет в данном банке, где все активы и хранятся, в котором вы имеете полное право манипулировать через торговую платформу. Уже хитро совершать манипуляции с ней, делать транзакции, покупать, какие вы продаваете и так далее. А торговой платформой манипулируете вы? Нет, торговая платформа работает. Так? А торговой платформой манипулируете вы? Лично я... Ну, ваша компания, фирма... Нет, торговая платформа... Мы ее, ну, условно говоря, не манипулируем. Мы даем ей сервис, сервер точнее, да, чтобы она могла работать. Доступа туда какого-то у нас нет, потому что она полностью подвязана на ваше имя. Помимо этого вы еще и пароль меняете, соответственно, нам он неизвестен. Мы туда доступа не имеем никакого. Так, дальше. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Кто получатель? Ну, допустим, совершили вы платеж, да? Нет, нет, не совершили. Стоп, стоп, еще не совершили. Еще не совершили. Хорошо. Я внесла данные. Еще не совершили. Да, я внесла данные. Внесли вы данные. Ну, вот свои данные, как верификацию сделала, или как это называется. Вот. Ну, прошли аккредитацию торгового счета. Ну, да, аккредитацию. Так, кто получатель? Я кому, куда, как, на какой счет, какие реквизиты? Получатель должен же быть? Конечно, конечно. Кто получатель? Получатель – это, по сути, ваш же счет. Получатель – это ваш же счет в банке HSBC. Значит, я на счет перевожу деньги. То есть, как если бы вы со своей одной карты? Как если бы вы, условно говоря, с одной своей карты переводили на другую карту, только, условно говоря, вторая карта имеет доступ, соответственно, к биржам. Таким образом это и устроено. Я, значит, на счет буду переводить деньги. Каким образом? Торговый брокерский счет. Да, который уже на мое имя создан, как вы говорите, да? Каким образом я могу проверить? Который определяется полностью. Ну, вот я внесла тогда данные, да? Вот, на основании этих данных создается мой брокерский счет в этом банке HSBC. Так, но перед тем, как внести туда деньги, я бы хотела получить выписку документ какой-то, что этот счет действительно принадлежит мне, а не какому-то бенефициару или еще прочему. Вы хотите получить данные о том, что при, соответственно, открытии, при активации торгового счета этот счет действительно является вашим, правильно? Ну, конечно, это все же с ваших слов только. Хорошо, я передам данную просьбу в финансовый отдел. Соответственно, будем это решать. Ну, понимаете, дело в том, что ваша добропорядочная компания действует по тем же принципам, что и недобропорядочная компания. Вот эта вся кухня одна и та же, одной черпается поварешкой. Понимаете? Вот поэтому я ее спрашиваю. 2000 компаний в этой сфере работают, да, 2000 компаний в этой сфере работают, поэтому, из которых документацию имеют всего 59, поэтому понятное дело, что, ну, такое действительно есть. Машинических компаний, я вам скажу честно, да, их хватает в этой сфере. Да их больше, чем хватает. Их больше, чем надо, этих компаний. И самая проблема – это вывод денег. Мир такой, мир такой, Маргарита. Ну, правильно, мир такой, да, без лоха и жизнь плоха. Чем меньше лохов, тем хуже мошенникам. Я читала о вашей компании в интернете, и там, я не знаю, у вас в пользовательском соглашении прописаны все эти условия или нет. Там это плечо, там надо в 10 тысяч раз там сделать больше сделок. В общем, я сейчас не могу открыть, к сожалению, этот ресурс, где я об этом прочитала. Знаете, что я вам посоветую, Маргарита? Да. Вот вы после нашего разговора просто скопируйте ссылку на этот ресурс, ставьте ее в браузер и допишите отзывы. Вот посмотрите отзывы на этот ресурс, вы увидите точно такие же негативные проплаченные отзывы. Просто потому что сейчас эта сфера, ну, вы сами понимаете, является очень конкурентной. Все на всех пишут плохие отзывы. Поэтому очень важно проверять то, что можно... Вы купите хорошие отзывы. Купите. Вы купите хорошие отзывы. Зачем нам это? Ну как зачем? Репутацию поднять себе? Если можно купить плохие, что за выпуски? Отмазка ниже среднего, скажем так. Понимаете, все вот эти лохоброкеры... А вам наоборот? Все лохоброкеры ссылаются на то, что это купленные отзывы. Понимаете? Вот голоса у вас одинаковые. Так... Понимаете? Отмазки одинаковые, схемы одинаковые. Вот мне интересно, вам Никита рассказал, на чем у нас закончился разговор? Нет, мне, если честно, нет, мне этого неизвестно. А вот к поводу голосов, Маргарита, я бы не сказал, что у вас какой-то особо выделяющийся голос. Поэтому давайте не будем эту тему так затрагивать. Ну и тем не менее. Так у вас осталось одной лоховодки, понимаете? Сегодня вы Сбербанк, завтра вы Юмаркет, послезавтра вы Максимаркет, а потом вы Сбербанк с Кириллом Митрополитом. Вы делаете какие-то очень поспешные выводы, честно говоря. Постолюсно. При этом вы гребете всех под одну гребенку. Вот смотрите. Поэтому не стоит просто делать, Маргарита. Я Никите сказала, что я много времени провожу в интернете. И когда он вчера помог... А, позавчера. Нет, вчера он мне звонил. Да? Да, вчера он мне звонил. И вы посмотрели? Я говорю, нет, я не посмотрела. И он мне вроде как с укором, что вы же много проводите времени в интернете. А вы знаете, где я провожу это время? Я сижу на Ютубе и смотрю каналы развода о мошенниках, видосы о разводах и прочее, прочее. Я о брокерской деятельности знаю из этих видосов столько, сколько я... Ну, я не знаю, где прочитала бы я еще об этом. Знаете, я вижу горьких людей, которых разводят, которым деньги не возвращают. Женщина 8 тысяч долларов завела, а он ссыкунь хохляцкий, блядь. Он ее оскорбляет, унижает, кривляется сидеть, мерзот, мразота, блядь. У меня аж зла не хватает. Вот ему просто везет, что он так далеко. А женщина не может голос на него повысить, потому что у него там деньги зависли. И я сказала, не снисайте, не звоните мне, вы мошенники, я разговаривать с вами не хочу. Почему он вам об этом не передал ничего, а? Вот скажите мне. У вас связь какая-то есть? Действительно много. Понимаете, или у вас в окно гонят, а вы в дверь лезете, или как? Успокойтесь, успокойтесь. Времени у вас много, но я только не понимаю, при чем тут вся эта история к нам? Что при чем? Мы вроде только что с вами. При чем тут вся эта история к нам? Это ужасная действительно история. Потому что у вас одинаковая схема развода. Схема развода у вас одинаковая, вы ничего нового не придумали. Все одно и то же. Мы только что с вами, кажется, обсуждали адекватные вещи. А сейчас вы резко что-то у вас в голове, видимо, переснуло. Мне просто надоело приятно перед вами уже. На более неадекватные. У меня есть определенное мнение на вас в счет. Да, вы спросите, у меня все в порядке, да? Ага. Как это делают обычно эти товарищи? Я не знаю по этому поводу. А я знаю, я вам говорю. Я не знаю по этому поводу, Маргарита. Честно говоря, мне это не особо интересно. Мое дело это не заставить вам конкретно актуальную информацию по поводу заработка. Надо знать, что я к вам и зарабатывать не буду. Если я и буду зарабатывать в этой серии... Да вы просто зарабатывать не будете с таким подходом, Маргарита. Понимаете? Да, да. Если вы про Казахстан заговорили, у нас есть инвест-программа «Табыс» называется. Вот если я и буду сотрудничать, то с государственными программами, но никак не с вами. Понятно? Почитайте отзывы на правительство Казахстана. Прочитайте отзывы про президента Высвана Ротубаева. Все отзывы, вы понимаете, все купленные. Посмотрите видео на ютубе про то, как он 90-х людей убивал. А вы будете с ним работать, Маргарита? Причем здесь Назарбаев? У нас сейчас другой президент. Вы на своего клоуна посмотрите. Вы на своего клоуна посмотрите, Зеленского, который членом на рояле играет. Все, давайте заканчиваем. Я не буду не тратить время, а не звоните мне больше. При том, что вы в Кахляндии звоните. Маргарита. Все, давайте закругляйтесь. Кладите кнопочку. Давайте я про вас видео на ютуб запишу. А я уже записала. А я уже записала вас на видео. Записали классно. Да, на ютуб я вас отправлю. Все, давайте. Удачи, пусть все увидят, как вы общаетесь с людьми. Я не буду, я не буду с вами сотрудничать. Пусть вы выводите видео обязательно на это. Понятно? Я с московниками общаюсь, а не с людьми. Обязательно выводите. Вы мошенниками. Обязательно выложу. Вы мошенники, вы лакоброкеры. Послушайте, Маргарита. Да. Вы с мошенниками общаетесь, когда смотрите в зеркало. Когда смотрите в зеркало, вот тогда вы общаетесь с мошенниками. Я вас обманула, я вас деньги просила. Что вы в стрелке переводите? Шахрау. Так я у вас деньги не прошу. Шахрау. Мне вообще деньги не нужны. Все, клади телефон. Мне вообще деньги не нужны. Вы из Украины? Я в сторону кладу телефон. Можешь пиздить, сколько тебе влезет. Понятно? Ужас какой. Какой у вас грязный рот. Вы что, в болоте только что плавали? Маргарита. У вас такое красивое имя. Вы как Маргарин. Я чувствую, как пытаетесь от моих слов. Но почему-то убежали. Вы как золушка, и ваша туфелька золотая осталась у меня в руках. Понимаете? Но я все равно вас найду, отдам и вам ее. Надену на вашу ножку, и вы сможете пойти со мной на бал. Маргарита, чего вы смеетесь? Звуки такие странные. Я надеюсь, вы не сели на телефон. Это вы с кровати встали? Маргарита, так что-таки скажите, ваш президент, он мошенник? Ты еще здесь? Вы ему с удовольствием отдаете деньги? Нет, нет, до конца даете деньги. Да, вы говорите, повторите. Спасибо. 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 Спасибо.